Снова всем welcome! Это снова я. На этот раз я нахожусь на Акихабаре. Сегодня речь у нас пойдет про байто, про подработку в Японии и про то, как ее найти, какую лучше подработку взять для начала и сколько вы сможете получать, работая на байто. А также, как я и обещал, в честь 5000 подписчиков на канале в конце видео будет конкурс. Правильно ответивший получит приз из Японии. Оставайтесь до конца видео, будет интересно. Так, что же такое байто? Байто – это подработка в Японии на низкоквалифицированной работе, скажем так. Ну, принеси-подай там, работа продавцом, работа в, скажем так, в кафе поваром, там, ну, что-нибудь там или барменом что-нибудь там наливать там. Вам расскажут все, как это, что делать, то есть это, не волнуйтесь. И лежи на складе, к примеру, на каком-нибудь или на почте. Так вот, значит, байто в Японии очень популярно среди студентов, а также среди тех, кто работает, скажем так, ну, например, он работает по удаленке, и он хочет еще какую-то дополнительную подработку, так, чтобы на 2-3 часа там в день. Очень удобно. Как же найти байто? В первую очередь, байто можно найти на фирме Hello Work, например. Hello Work – это организация, как сказать, по трудоустройству граждан и не только граждан и иностранцев в Японии. Расскажу на примере себя, то есть как я искал. Сначала я приехал в Японию, отучился где-то примерно 2 месяца, может быть, меньше, и начал сразу искать. И пошел в Hello Work. Но там тогда были жесткие правила, и у них было такое мнение, что если человек не живет в Японии меньше, чем, ну, не прожил в Японии полгода, то значит, он не подходит для байта. Вот. Поэтому мне отказали. Мне пришлось искать самому. Самому искать тоже можно. Можно пойти, ну, зайти на сайты, там, например, Dijob, разные японские сайты. Я внизу в ссылочке оставлю на эти сайты, если кому интересно, зайдете, посмотрите. И там, в том числе, вот есть и подработка в таких вот, значит, в комбине, вот это вот у нас Family Mart комбине. Также есть подработки и в обычных, скажем так, кафешках, в ресторанах и на складе, например, где-нибудь в Куройнеке, вот в службе доставки. Так вот, значит, я нашел сам работу в этом, в кафе в Изакайе, это японская питейная такая, вот. Там очень, в принципе, удобно и хорошо работать. Но единственное, что очень все быстро надо делать, это подработки эти, они, они очень отнимают, скажем так, много сил из-за того, что нужно работать быстро. В каком плане быстро? То есть там сидеть вообще нельзя, не присесть, не останавливаться вообще, ну, как бы работать нельзя, отдыхать тоже нельзя. Есть 15 минут на перекус и все, в принципе, вы должны дальше продолжать работать. Значит, правила такие, то есть каждый человек, то есть как бы делает свою работу, если он свою работу все сделал, то он, соответственно, будет помогать другим, кто там с ним работает. Если же он, например, успел и его всю работу сделать, то они вдвоем уже идут еще другому помогать и так далее. Но обычно там столько работы, что просто свободного времени нету даже в туалет сходить. Все работают быстро, 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 как можно быстрее. При этом сидеть нельзя, разговаривать с друг другом тоже нельзя. Только по работе, если там что-то нужно, кого-то что-то, какие-то заказы принести там или еще что-то нужно. Так. И, соответственно, по окончанию работы, ну, все люди там, ну, обратно переодеваются, ну, и расходятся. Соответственно, если вы хотите найти подработку такого плана, например, в кафе, в ресторане, или же где-нибудь вот на улице, вот в каком-нибудь уличном кафе, вот такие буклетики раздавать. То есть, то вам лучше самим походить по этим местам, по этим заведениям и поспрашивать там, нужны ли им работники или нет. Если вы хотите, например, найти, ну, быструю работу, но в другом каком-то городе, не там, где вы работаете, ну, живете или учитесь, то в этом плане вам лучше обратиться в эти, в агентство трудоустройства. Там будет у вас большой выбор. Но, опять же, я говорю, не факт, что вам могут там помочь из-за того, что у вас очень, может быть, плохой японский, или же вы не прожили там вот достаточно время, как мне вот было отказано. Хотя, может быть, это просто отмазка. На самом деле, все это, все это, все это фигня, скажем так. И я бы рекомендовал все-таки попробовать сходить в эти агентства трудоустройства и попытаться там устроиться. Так, значит, следующий вариант – это поспрашивать в школе. То есть в школах тоже есть объявление, в школе языковой, я имею в виду, в которой вы учитесь, есть объявление по байту. Там будет указано, соответственно, какого вида байта, сколько времени, скажем, требуется там работать в день, какая зарплата. И где находится. Опять же, напомню, что для студентов максимальное количество рабочих часов в неделю не должно превышать 28. Если у вас превышает, соответственно, вы, ну скажем так, нарушаете закон. Ну, для байта, я вам так скажу, им вообще-то пофигу совершенно. Байта – вот эти люди, кто работает, эти руководства, да. То есть если вы у них там будете работать 28 часов в неделю, а после этого будете где-то в другом месте еще работать, то им совершенно на это наплевать. Они не будут никого никуда звонить, ничего там. Ну и, в принципе, и если вы сами никому там ничего не расскажете в этом самом, в налоговой, то с вас ничего не будет спрашивать. Далее, что еще? Какие есть еще варианты? Например, вы можете, как я уже говорил, спросить в школе, там есть еще ответственный человек, у них должен быть там заведующий или еще кто-то, кто также помогает по трудоустройству. Не только на байта, но и на основную работу. Также вы можете открыть объявления вот в бесплатных газетах, там типа Таунворк, как-то так называется, они идут на станциях, ну вот эти, просто вот в этих стеллажах стоят. На станциях или где-нибудь в комбине вы можете найти эти журнальчики, и там тоже будет работа. Ну, опять же, я вам повторюсь, вам нужно знать японский хотя бы немного, чтобы уметь читать и знать, что от вас хотят на этой работе, и пройти успешно собеседование. Ну, опять же, собеседование как проходится? Собеседование проходится просто. Самое главное написать хорошее резюме. От вас не требуется много разговаривать там. Вы, главное, напишите хорошее резюме, напишите какие-либо подобные виды работ, которые вы делали в своей жизни. Для этой, например, вакансии, чтобы они подходили. И, соответственно, можете идти спокойно устраиваться с этим резюме на работу без проблем. Так далее. Что еще есть из вариантов? Есть вариант для развозчика газет, например, доставка газет утренних. Там на велосипеде либо пешком, либо на мотоцикле. Соответственно, если у вас есть какие, скажем так, хорошие познания в Канжи, и вы умеете хорошо ориентироваться в вашем городе, знаете адреса хорошо, то вам эта работа подойдет. Самое главное, не бойтесь, подходите, сами ходите по этим фирмам доставки. Они, ну, вот эти газетные фирмы доставки есть в каждом городе, вы можете их найти легко. Зарплата там примерно такая же, как и в комбине, в принципе, везде одинаковая. Это в Токио средняя зарплата на байта – это 1000 йен. Если вы где-нибудь в другом городе, в более мелком, может быть 900-800. Ну, зависит от самой фирмы и от места, где она находится. Так, далее. Какие еще виды работы? Ну, вот, как я уже говорил, можете попробовать в почту устроиться или на сортировочный центр по посылкам. Например, такие, как фирмы, как Ямато, Куройнека. У них тоже есть вакансии. Там сортировщик, значит, этих посылок. Значит, куда какие посылки отправляются, они там на ленту транспортирную выкидываются эти. В принципе, на таком байта я тоже работал. Достаточно тяжело, скажу я вам, потому что там очень бывают тяжелые коробки. Кидать все надо быстро, и все это там пыльно, грязно, и не очень, скажем так, без маски. Работать очень плохо, постоянная грязь. В носу там все это лицо тоже грязное будет. Ну, с другой стороны, они платят, конечно, хорошо, там по 1200 примерно выходит. А в ночные часы, если вы работаете, то плюс 25% добавляется к байту. Так, еще вариант, который вам может подойти, это устроиться на байт куда-нибудь на фабрику. На фабрику по производству бенту или по сэндвичи там делать. Тоже не особо требуется знание японского языка, можно даже с английским языком устроиться. При этом с вас не будет особо спрашивать там, разговаривать, чтобы вы там хорошо разбирались в канджи и так далее. Вам просто скажут, что делать, покажут операции и все. Самое главное, опять же, пройти собеседование. Это вот японский вам, в первую очередь, нужен для прохождения собеседования. Поэтому тренируйтесь. Тоже хорошая работа. У них система такая, значит, вы устраиваетесь. У них есть автобус, который возит от станции. Вам говорят, на какой станции надо приезжать, к какому времени. Вы приезжаете, соответственно, заходите на этот автобус, он вас ведет до фабрики. Вы там работаете сколько-то часов, после этого возвращаетесь домой. Ну, вернее, вас автобус возвращает на станцию, вы возвращаетесь домой. Все просто. Далее. Есть еще варианты. Например, по работе в отеле. Но это в основном девушкам подходит, не знаю, как бы это вот убирать комнаты. Тоже хорошая работа, она тоже не требует особо знания японского языка. Можно даже и с английским языком устроиться, не проблема. Самое главное, чтобы у вас было, скажем так, хорошее резюме. Ну, либо чтобы у вас кто-нибудь познакомился там, попросил устроиться. Устроить вас. Еще, как вариант, можете попробовать устроиться в супермаркеты. В супермаркетах там тоже достаточно много вакансий бывает. Особенно, ну, не в Токио, а там где-нибудь чуть подальше. От центральных станций тоже требуются и консультанты, и кассиры. В целом, можете туда устроиться без проблем. Для байта также нужно вам печать, вернее, этот штамп такой, наклейка в паспорте о том, что вам разрешено работать. Такой такой, какой он там, юар-код. Вот. Если он у вас есть, его, кстати, будут проверять на собеседовании. Если он у вас есть, то вам разрешат работать. Также еще раз хочу предостеречь студентов о том, что иностранным студентам и вообще студентам запрещено работать в ночных заведениях, то есть в ночных клубах, в развлекательных заведениях. Не важно, кем там, барменам, там, танцовщицей или там, официантам. Это, ну, скажем так, на ваш страх и риск. Если вас поймают, вас могут депортировать за это. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по поводу байта. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну и делитесь этим видео с друзьями и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так, ну а теперь конкурс. Значит, конкурс достаточно простой. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал, на мою группу ВКонтакте и ответить на вопрос. Какое из моих видео самое длинное по времени в плейлисте «Жизнь и разные полезности в Японии»? Ответы присылайте ВКонтакте, в личные сообщения. Напишите свой ник в Ютубе и название видео и его длину. В минутах. В минутах, там, секундах. Так, результаты конкурса будут объявлены в следующих видео. Приз будет японская футболка. В принципе, и всё. С вами был Дэн. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...